Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Всех зацепила история верх растущих ногтей. Но мы с Лерой никак не могли состыковаться. У меня были планы на эти ногти, показать вам несколько видов исправления таких ногтей или корректировки. Но на это были уважительные причины и сейчас Лера все-таки пришла ко мне, но ее ногти имеют совершенно другой вид. Будем их сегодня исправлять? Будет интересно! Поехали! Такие вверх растущие ногти называют трамплинами. Больше всего вздернуты вверх они на среднем, безымянном и мизинце. При этом натуральная арка у них хорошая, нижние параллели не задираются вверх сами по себе. Но ногти в соотношении кутикулы свободного края разной ширины. У кутикулы они значительно уже, поэтому автоматически хочется клиенту заузить эти ногти и сделать это получается именно с боков. Тем самым задирая вверх нижние параллели и еще больше подчеркивая направление роста. Наращивание, а точнее гель, может исправить рост этих ногтей и они станут чуть ровнее. Я в это не верила и со скрученными ногтями, но чудо произошло, поэтому будем надеяться. Срезаю свободный край и пилочкой подпиливаю под ноль свободный край натурального ногтя. Заодно я пиливаю ноготь сверху, так как у нас наращивание, а это нужно для сцепки материала. Убираю птериги и кутикулу привычным нам комбинированным маникюром, чтобы ничего не мешало покрытию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дегидрирую ногтевую пластину, то есть убираю лишнюю влагу. Обрабатываю ногти кислотным праймером и наношу базу тонким слоем. Сушим в лампе. Подложки в наращивании мне удобнее выкладывать гелем, поэтому я беру прозрачный гель и кисть-лепесток от Global Fashion. У них, кстати, до 15.01.20 скидки на заказы 15% для всех. Кто после новогоднего пилилова истратил свои запасы, есть еще приятные бонусы и в январе. Ссылки на магазины на акции находятся в описании прямо под этим видео. Подставляю форму и слежу, чтобы форма была немного опущена вниз, хоть мы и будем делать сейчас квадраты. И еще самое главное, выводить нижние параллели так, как они были в натуральном виде. Довольно низко расположенными, от этого ноготь получался арочным. Именно этот момент скроет то, что у моей модели вздернутые ногти вверх. В прошлый раз был гель-лак и эти нижние параллели уже были запилены вверх. Все писали о том, что нужно было наращивать, иначе преображение не произошло. На тот момент у меня был план сделать серию из видео, какими путями и средствами можно замаскировать это. Наши встречи с Лерой случайным образом выпали из плана, из графика, поэтому мы приступаем сразу к наращиванию. Но как оказалось, натуральные ногти Леры и так растут с прямыми нижними параллелями. Их просто не нужно было трогать и задирать вверх. Но так как в этот раз клиенты, я уж были настроены выполнять наращивание, то выполняем наращивание. Да и длины немного хотелось добавить. За счет небольшой длины ногтевого ложа, все-таки получились слишком коротенькие бы ноготки. Когда подложки готовы, я берусь за поле гель от Global Fashion оттенок 0.5. Я часто могу сочетать такие продукты между собой, а действую я по интуиции, где и каким материалом работать. Но если интересно, я для вас разберу и разложу все по полочкам, в каких случаях, чем я работаю. Пишите в комментариях, если нужно такое видео. И я скажу точно, что в этом случае я точно не прогадала, взяв акригель. Во-первых, я одной горошиной выкладываю всю толщину искусственного ногтя, выстраиваю архитектуру. Нам ничего не печет, это уже второй плюс. И еще один плюс, акригель не текучий, но он все-таки прилип к коже по бокам, ближе к синусам. Боюсь представить, что бы было, если бы я работала гелем. Залито было бы все по уши. Залито было бы все по уши. Залито было бы все по уши. При опиле формы нижние параллели не задираем, практически не трогаем, просто делаем их опрятными. И это у нас получается арочный квадрат. Все так и должно быть, чтобы визуально исправить нашу проблему. Вот так теперь выглядят наши ноготки. Мы добавили объема в самой низкой точке ногти, в этом провальчике ногтевого ложа. И не дали задраться кончику вверх и еще больше, опустив форму немного вниз. Теперь и вид сбоку у нас отличный. Теперь эти ногти просто не узнать. Ставьте лайк уже, если нравится. А у нас дальше дизайн. Новый год, это значит блестки. Ну, на этом, пожалуй, и все. Дальше нюдовый цвет. И никакого фейерверка. Это, кстати, самый красивый бежевый цвет, который, кстати, от Global Fashion. Номер А2. В два слоя с ним все отлично. Новогоднего настроения мы все еще добавим. Раз в год такой шанс выпадает, поэтому мы рисуем елочную игрушку. И заставим ее стразиками. Рисую я черной гель краской, все ссылочки в описании под видео. Блестящий фон под стразы и финиш. Покрываю финишем все ногти, а дальше уже будем крепить стразы. Стразы я креплю на густой топ. В этом случае я его смешала еще с акриловой пудрой. Выложила эту смесь в зону, где будут у меня находиться стразы. И выкладываю по одной стразинке, утапливая в этой смеси. Между стразами выставляю и бульонки. Сушим в лампе. На другой руке у нас забавная стильная елочка из паутинки. Скотчем как трафаретом, ограничиваю доступ паутинки к ногтю. Вьем паутинку, снимаем скотч и готово. Сушим в лампе. А сверху звезда горит. Вот такое преображение у нас получилось. Заодно и стильный новогодний маникюрчик. Ставьте лайк, если было полезно и интересно. Спасибо за просмотр. Всем отличного новогоднего настроения. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!